Я рад вас приветствовать в своей импровизированной студии и хочу рассказать о случае из моей практики, буквально-таки последнем случае, весьма поучительным называется он Порча Дело было так Примерно в июле этого года, мне начали названивать и договариваются о встрече на сентябрь аж месяц Вот, я сказал, что мне это как-то неудобно Она ездит в Москву, чтобы отвязались Вот такой гонорар, если сделаете, я тогда соглашусь Значит, говорит, ну мы там подумаем Нет Потом звонит, такой гонорар нас не устраивает Ну не устраивает, не устраивает То есть каждый человек называет свою там цену И если сходится в цене, то пожалуйста Дальше, значит, какие-то там обязательства выполняются То есть от меня там требовалось участие в передаче Вот, передача, значит, должна была состояться в первых числах сентября Дело шло к этому, я уже забыл Опять звонки, опять, значит, и так, и сяк, и так И я говорю, нет, вот эта сумма, и все Ага В конце концов, согласны Я приезжаю на передачу Значит, мы подписываем договор С телекомпанией, с телеканалом, ну, с телекомпанией Вернее, даже с каналом Вот, все это дело подписано Я, значит, отработал свое Поехал Сказали, что Примерно на следующий день После этого, значит, будут выплаты А договор был примерно подписан так Мне дали чистые бланки Я их подписать подписал со своей стороны Мог, мы там оформим, тогда там тебе отдадим И так далее, и тому подобное То есть они были подписаны с моей стороны Со стороны канала, нет Значит, я жду, жду, проходит там время Я примерно недельки через две И так не спеша Напишу редактору Никакого ответа Который меня вызывал Потом еще немножко напоминаю Там через недельку-две Ага Редактор говорит, как я вернусь Я скажу, что там Выплатили Вот, наконец-таки он Написал, что Выплаты будут Такого-то числа Это число прошло Ничего нету Ну, как-то особо не переживаю Но, тем не менее Вроде бы, такой канал Знаете, это Один из самых больших Солидных И как-то так поступать Ну, хотя у меня Раньше такой случай примерно был Ага Ну, и прошел уже месяц То есть это примерно было числа Числа, наверное, 11 октября Я возьми, да И своему знакомому на канал написал Который имеет доступ к верхам Такую, что вот Подписали договор Договорились на такую сумму Я все это сделал Никаких, значит Нету Ни ответа Ничего Примерно через день Через день То есть как это вот Все начинается Я чувствую У меня загорели щеки То есть я сижу там Готовлюсь что-то там К рыбалке И в середине дня У меня начали гореть щеки Потом, значит 15 октября Приходит Вся Сумма Перечисленная О Я, значит Пишу Благодарность И видно там Какой-то такой Движняк Не на шутку Пошел То есть вот О самой порче Примерно На следующий день После того, как я Получил деньги Мне снится сон Сон следующий Я возле Какого-то такого Механизма Типа машины БелАЗ С огромным Таким колесом И По этому колесу Как-то там Обвиваясь Залазит Огромная Змеюка Я даже Голову ее не вижу Я ее что-то там Держу за хвост Ко мне подходит Ну вроде как Знакомый Мужчина Говорит О, давай Я тебе помогу И, значит Цепляется За Середину Этой Змеи Вот И начинает ее тянуть Он просто Повес Ну и я Смотрю Что там Происходит То есть Вот она Сама порча Значит Разворачивается Голова Этой Змеи Вот такая Большая Как скат Значит Здесь Рот Потом Какие-то Такие Как ручки Ниже рта Потом еще Какой-то Ротик Такой Я Это Как бы Этому человеку Надо Как-то там Спасаться Или еще Что-то Там бросить Это все Затеет Он Нет Он Значит Смело На эту Змеюку Бросился Вот Она его Схватила И На этом На этом У меня сон Закончился То есть Она восхватила Затих Сон Кончился На следующий День После Сна У меня Самого Я Значит Решили съездить Как раз Я сейчас Сейчас Где я был Я был На термальных Источниках То есть За День До Термальных Источников Поездки У меня Поднялась Температура Вот все Стало Гореть Все Тело Начало Гореть Вот То есть Появление Порчи Расстроилась Пищеварение Значит Прослабило Меня Потом Быстренько Все это Ушло И Жена Даже Говорит Поедем Или не Поедем На термальные Источники В станицу Ярославскую Или нет Ну Под вопросом Было То есть Так мне Плохо Было Ага Я проснулся Как Ничем Не бывало Все Это Дело Значит Закончилось Никакой Температуры Мы сели И поехали На На Ночные Источники Там Начали Купаться И вот Когда мы Ехали На Источники Позвонила Дочь Моя Екатерина И Рассказала Сон Следующего Содержания То есть Вот как Это Там Все В пространственных Кругах Все это Делается И Приснилось Что Они С С мамой Моей Женой И Со Мной Где-то Там Гуляют Потом Они Куда-то Ушли Я Отстал И Она Говорит И Пойду Ко я Посмотрю Чем-то Он Занят Вот И Видит Я Стою Возле Кассы Должен Получать Деньги Вот И Говорю И Вот Должен Был Получить Деньги Мои Но Их Передо Мною Забрали Мои Деньги Забрали И Вот Так Вот Беспомощный Как Ребенок Говорит Так Сейчас Все Это Делаем Разберемся Она Догоняет Того Человека Это Оказывается Был Мужчина Который Прикарманил Мои Деньги Ну Как Отдавай Деньги И Он Вынимает Из Кармана И Отдает Деньги Золотые Монетки Более Более Бумажные Вот Такое Вот Продолжение То Есть К Чему Я Клоню То Есть Вот Эти Наши Дела Которые Здесь Совершаются Они Во многом А я бы даже не сказал Не во многом А в основном Совершаются Там В тонких Мирах И там У вас Могут быть Там Защитники Могут быть Недоброжелатели Могут быть Вот такие Вот Чудовища Чудовищные Вернее Можно так Сознать Чудовищное Порождение Мысли Человека Которая Направляется На вас Для того Чтобы Нанести Вам Вред Вот И значит Этот вред Как бы сказать Не просто Так вот Прошел У меня Так до сих пор Еще Кишечник Не наладился С работой Ну Тем не менее Тем не менее Значит Покупался В термах Потом Поехали В Ольгинку На Темное море Погода Прекрасная Море Достаточно Теплое Я не расскажу Сказать что Она тепла Она такая бодрячая Знаете То что надо Купаться можно Народ Лезет Естественно Я с удовольствием Купался Вчера Все это Соленая вода Вот это Все это Как бы сказать Смывала Соленая вода Морская Прекрасное средство Для того Чтобы очистить Ауру И снять Разного рода Порчу Там Посылы Уколы Там То есть Все отрицательно Что направляется В вашу сторону И как-то оседает На вашей ауре Ну На ваших Тонких телах Это Во много Во много Значит Смывается И плюс Я естественно Чувствую Такую вещь И когда Вот такое Происходит Посыл В мою сторону Я обычно Говорю так Вообще И даже Я не знаю Что Может быть Кто-то Послал на меня Просто я чувствую Что у меня Загорелись Там допустим Щелки Что у меня Какое-то Самочувствие Изменилось Я прошел Следующего Владыки Я желаю Тому человеку Который мне В течение Примерно Я говорю В течение Этих суток Пожелал мне Что-либо Я ему желаю Того же самого Что он мне пожелал Только в два раза больше Сделайте пожалуйста И как правило Это работает Что он мне пожелал Что он мне пожелал